Позади 53 концерта. После недели конкурсных просмотров и дружественных выступлений на открытых площадках курорта участники Хоровых Игр накануне собрались в Ледовом Дворце Большой на церемонию награждения. По атмосфере Большого Ледового Дворца, где сегодня все участники первой части Всемирных Хоровых Игр, мы чувствуем, насколько силен накал страстей. Я считаю, что проект Всемирных Хоровых Игр очень подходит нашему городу, курортному Сочи. В открытом конкурсе игр было присуждено 75 дипломов. В соревнованиях среди профессионалов разыграно 55 золотых, 46 серебряных и 4 бронзовых медали. Во время церемонии национальный российский гимн звучал пять раз. Именно столько золотых наград завоевали хоры, представляющие на играх нашу страну. В том числе лучшими среди детских хоров члены международного жюри признали коллектив из Краснодарского межшкольного эстетического центра. Китай тоже в числе лидеров. Хоры из Поднебесной за золотыми медалями на сцену поднимались шесть раз. Всего же в первой части Всемирных Хоровых Игр Россия получила 50 медалей, Китай – 22, Корея – 6, у Индонезии и Южной Африки – по четыре медали. В общем зачете лидируют Россия и Китай. Уже после первой части хоровых игр, которая успешно завершилась для российских хоров, заговорили о том, что в Сочи нужно возрождать забытые традиции проведения праздников песни, так популярных в 70-е. Возникает мысль, что нам необходимо возродить традицию праздников песни в Сочи. Это было регулярно, тогда был у нас Советский Союз, а теперь для России это тоже очень важно. Если мы так сделаем, это поднимет еще больше интерес и наш уровень хоровой культуры в нашей стране. Спасибо городу Сочи! Следующая соревновательная часть Всемирных Хоровых Встреч в Сочи пройдет с 13 по 16 июля.